В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку «Иван Билибин. Процветшее древо». Иван Билибин яркий отечественный художник, известный в России и далеко за ее пределами выразительными иллюстрациями к сказкам и театральным декорациям. Выставка, приуроченная к 90-летию Ленинградской области, представляет более 100 работ Ивана Билибина из коллекции Ивангородского и Новоладожского историко-краеведческого музеев, музея-усадьбы Приютина и музея-дом станционного смотрителя. Стиль Билибина узнается мгновенно, фигуры ограничены толстыми черными линиями, в произведениях преобладают теплые цвета, активно используются орнаменты, тщательно прорабатываются детали. На счету художника иллюстрации к таким произведениям, как Руслан и Людмила, Василиса Прекрасная, сказка о царе Салтане, сказка о золотом петушке, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Мария Моревна и многие другие. Прославился автор и как сценограф. Замечательные его декорации и костюмы к Борису Годунову, сказки о царе Салтане, князю Игорю, жар птицы и садко. Выставка Большом Царицынском дворце рассказывает о становлении и расцвете билибинского стиля. Работы демонстрируются в окружении предметов, позволяющих определить истоки творчества художника, русских народных костюмов, вышивок, икон, лубков, старопечатных книг и восточных миниатюр. Большая часть экспонатов предоставлена Ивангородским музеем, где хранится самая крупная в мире коллекция произведений и личных вещей мастера. В особняке, в котором сегодня располагается музей, художник останавливался в 1936 году, возвращаясь в Ленинград из эмиграции. В 1980 году приемный сын Билибина Мстислав Потоцкий передал культурному учреждению семейное собрание графики. Выставка работает до 29 октября. Со вторника по пятницу с 9.30 до 18.00, суббота с 9.30 до 20.00, воскресенье с 9.30 до 19.00. Адрес Большого Царицынского дворца, улица Дольская, дом 1, ближайшее метро Орехово и Царицыно. В Краснодаре приглашают прогуляться в Ботаническом саду. Ботанический сад Кубанского государственного аграрного университета имени профессора Косенко занимает площадь 37,5 гектар. В огромном парке можно увидеть растения из Крыма, Кавказа, Западной Европы, Дальнего Востока и Северной Америки. Их около 1700 видов, более 70 из которых занесены в Красную книгу, как исчезающие и редкие. Сад служит базой для научных исследований и настоящим пособием для изучения ботаники. Здесь можно устроить пикник на природе, покататься на роликах или велосипеде и посетить оранжереи. Аллеи парков поражают своей красотой и ухоженностью. В центре парка находится вольер для птиц, где обитают павлины, цесарки, фазаны и другие представители фауны. Кроме того, в ботаническом саду водится множество белок, которые совсем не боятся людей. Основные посетители парка – мамы с детьми, спортивная молодежь и улыбчивые пенсионеры. Этот парк – место тишины и покоя, куда можно прийти, чтобы отдохнуть от городской суеты и шума машин. Парк идеален для прогулки с детьми, романтических свиданий или проведения фотосессий. Вход безоплатный. Летом парк работает с 6.00 до 22.00. Адрес ботанического сада, улица Калинина, дом 13. Продолжим артефактами земель славянских. В Туви археологи докопались до научной сенсации. Здесь обнаружены артефакты I века до н.э. Многие из них являются вещественным доказательством того, что древние кочевники из Азии достигли Южной Сибири. На то, чтобы открыть тайны прошлого, у археологов есть месяц. Раскопки ведут специалисты из Санкт-Петербурга и местные ученые при поддержке русского географического общества. В местечке Аржиан археологи столкнулись с находками, от которых земля уходит из-под ног ученых во всем мире. Разрушилась парадигма о том, что скифы пришли в этот край из Причерноморья. Здесь обнаружили гораздо более древнее захоронение кочевников, что позволило взглянуть на историю по-новому. Судя по могилам, скифы пришли на Тувинскую землю почти три тысячи лет назад. Скифы верили в жизнь после смерти, поэтому хоронили людей в позе эмбриона, чтобы они потом могли возродиться вместе с женами, слугами которых убивали после смерти царя, и со всем нажитым добром. А его в этом кургане оказалось 23 килограмма чистого золота. Теперь все оно хранится в Национальном музее Тувы. Мысли посетителей музея, конечно, крутятся вокруг главного экспоната – гривны, символа власти. Это единственное подобное украшение скифов, которое сохранилось до наших дней в первозданном виде. Кроме того, оно самое тяжелое. Весит 1503 грамма. Царь носил его с детства и никогда не снимал. На изделии даже нет застежек. А еще царь носил золотые штаны, которые сотканы из 250 тысяч золотых бисеринок. У него был железный кинжал, а само золото у скифов было чистейшей – 990-й пробы. Вероятно, что скоро коллекция музея вновь пополнится. Археологический сезон в этом году только начинается. Запорожские археологи подняли со дна древние артефакты. Сотрудники национального заповедника Хортица отправились в археологическую экспедицию в Херсонскую область. К месту расположения легендарного Олешья – славянского поселения X-XIII веков, которое было сожжено во время нашествия татаро-монгол. Во время экспедиции было совершено несколько погружений в Днепровские плавни. Уловом подводных раскопок на месте древнего городища стал славянский горшок IX-XI веков и несколько деревянных досок на месте остого корабля. Возраст досок так и не смогли определить, а хорошо сохранившийся горшок передали в Херсонский музей. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета и участник экспедиции Вячеслав Зайцев, сотрудники заповедника провели аэрофотосъемку крепости Тегинка. Именно в этом месте во время боя была сожжена галера в 1492 году. Турки пожаловались на это литовцам, впервые упомянув запорожских казаков. В Тегинке каменный замок построил князь Витов в 1398 году. Город с огромным замком стал перевалочным пунктом для купеческих караванов и собирал таможенный сбор. Но после захвата турками в конце XV века крепость пустеет. Еще в XIX столетии местные жители Тегинки растаскивали ее древние камни на строительство села, а на острове и поныне видны поросшие степной растительностью валы и холмы развалин. Как сообщает руководитель экспедиции Дмитрий Кабаля, руины крепости снимали во время экспедиции с помощью дрона с высоты 100 метров. В результате специалисты получат трехмерную модель памятника. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Псковской области на территории хутора Утешения Гдовского района с 21 по 30 июля состоится эколагерь. На Чудском озере он проводится в этом году уже в пятый раз. Задача эколагеря на постоянно действующей площадке хутора Утешения создать центр развития экологичного и экономичного строительства из возобновляемых местных материалов, познакомить участников с практическими результатами такого строительства, создать возможность для встречи и общения взрослых и детей. Побывать в лагере будет полезно тем, кто мечтает переехать жить на землю, получить базовые знания по грамотному проектированию своего жилища, построить свой дом быстро и эффективно по затратам, используя при этом недорогие и доступные экологические материалы. Здесь можно будет узнать о хорошем заработке вне города, познакомиться с интересными и позитивными людьми и самим принять участие во всех этапах строительства соломенного дома из панелей. Обратите внимание, что для участия в лагере обязательно регистрация. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. С 11 по 16 июля на базе отдыха «Спартак» появится город-фестиваль «Пространство творчества, позитивных эмоций и гармоничных человеческих взаимоотношений». Здесь пройдет ежегодный международный фестиваль здорового отдыха и русской культуры «Трезвая Россия». Турбаза «Спартак» размещена на берегу реки Волга, недалеко от города Тольятти, на территории Ягодинского лесничества. Живописная природа и обилие чистого воздуха обеспечат полноценный отдых от городского шума и суеты, а также заряд энергии на весь год. Любители природных видов смогут насладиться прогулками по чистому сосновому лесу и песочному пляжу на берегу Волги. Цели фестиваля – объединение здравомыслящих людей для построения гармоничного общества, привлечение общественного и социального внимания к развитию здорового спортивного отдыха, возрождение русской культуры, продвижение различных спортивно-культурных развлекательных сфер деятельности, здорового питания и активной жизненной позиции. Подробности о том, как добраться до места проведения, об условиях проживания и программе фестиваля читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 14 июня. Среда. Стрессы и как их избежать. Работа над восприятием информации. Автор-сказитель Александр Жарков. 15 июня. Четверг. Украденное бессмертие. Автор-сказитель Гомонов Юрий Вениаминович. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше! Быть добру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова